Сегодня поговорим о человеке, на долю которого выпала миссия при иным образом изменить жизнь земной цивилизации. Илон Маск – один из немногих ученых, который настолько плодовит идеями, что буквально поражает общественность нестандартностью мышления. Гений смотрит на мир совершенно под другим углом. Его высказывания и проекты говорят сами за себя. Например, не так давно Илон сообщил прессе о своей уверенности в том, что Земля – это компьютерная игра-симуляция. И только игрок решает, когда искусственная реальность закончится или изменится. Согласитесь, даже если это не так, воображение слушателей уже разбужено. Также миллиардеры беспокоят вопросы экологии и внедрения прогрессивных технологий. Об этом свидетельствует электромобиль Тесла, сверхскоростной Hyperloop, создание глобальных солнечных батарей, развитие фермерства в черте города, разработка аккумуляторов Powerwall, способных снять человечество с энергетической иглы. Кроме прочего, Маск неоднократно заявлял, что люди напрасно воспринимают его SpaceX исключительно как способ посетить космические миры. Кораблям можно прекрасно воспользоваться на нашей планете. Например, через полчаса после вылета посетить места, до которых при обычных условиях лететь в несколько раз дольше. Но, безусловно, наиболее сильно будоражит фантазию обывателей будущая марсианская колония и все, что с ней связано. Недавно Илон Маск презентовал скафандр, фото которого опубликовал в Инстаграме. Ученый заявил, что это рабочая модель, проверенная в условиях вакуума и подвергавшаяся двукратному давлению. Маск отметил, что было очень сложно добиться технологичности и эстетики в одном изделии. Костюм разрабатывался совместно с НАСА, а дизайнером модели стал никто иной, как знаменитый художник Голливуда Хосе Фернандес. Это с его легкой руки на экране засверкали такие персонажи, как Железный Человек, Бэтмен и Человек-паук. Именно этот скафандр планируют использовать для астронавтов, которые полетят на корабле «Драгон» на МКС. Костюм снабжен удобным шлемом с обширным углом обозрения, легкой обувью, эргономичными перчатками, мягкими областями, расположенными в определенных зонах костюма, чтобы космонавты могли более свободно передвигаться. Заявлено, что данный скафандр рассчитан на спасение жизни космонавта при разгерметизации корабля. Но одного скафандра недостаточно, чтобы куда-либо полететь, поэтому начата разработка многоразовой мощнейшей ракеты «Биэфар». Далее следует небольшой фактаж об аппарате, аналогов которому еще не было в истории планеты. Размеры. Ее диаметр составляет 12 метров, а высота — 122. Точность. Ракете не потребуются опоры. Точность посадки настолько выверена, что летательный аппарат сразу приземляется в стартовое крепление. Состав. Биэфар состоит из двух ступеней. Первая — многоразовая, выводящая любые типы модулей на орбиту. Шаттлы, заправочные танкеры и прочее. Вторая — это непосредственно корабль, в котором есть герметичный отсек, где расположены 40 пассажирских кают, столовая и хранилища. Топливо. Корабль оборудован четырьмя топливными баками, два из которых размещены отдельно и предназначены конкретно для посадки на Марс. Двигатели. Ракета оснащена двигателями марки «Раптор», работающими на кислороде и метане. Примечательно, что отработанное топливо не утилизируется, а подаётся обратно в камеру сгорания, отдавая остатки энергии. Поскольку двигателей девять, то отказ любого из них погоды не сделает. Корабль всё равно успешно приземлится. Крылья. Ракета снабжена складными крыльями из солнечных батарей. Это необходимо для корректной посадки на Марс. После выхода в космос модуль необходимо заправить топливом, поскольку из-за загруженности после старта в нём горючего не останется. Для дозаправок используется специальный танкер, выводимый на орбиту той же ракетой BFR. В 2022 году планируется отправить два корабля такого типа на Марс. Каждый из них понесёт на борту 150 тонн груза, но ни одного человека. А уже в 2024 на Красную планету полетят первые колонисты. Но только в том случае, если две предыдущие миссии точно выяснят количество воды, поступающей в распоряжение землян. Вы думаете, это нужно для того, чтобы колонисты не умерли от жажды? Ни в коем случае. Первое, что должны будут сделать люди на Марсе, это организовать процесс добычи горючего, получая кислород и метан из атмосферы, а водород, соответственно, из воды. Оговорённые сроки, конечно, выглядят фантастическими. И 2022, да и 2024 год. Особенно если учесть, что на Марс возможно стартовать с Земли только единожды в 25 месяцев, по причине нюансов взаиморасположения наших планет. Итак, корабли, которые планируют направить к Марсу, должны будут вмещать по 100 человек, плюс огромное число грузов. Ведь на Красной планете колонистам придётся выстроить настоящий город, где будет всё – от стали литейных цехов до пиццерий. По мнению Маска, такой город будет идеально функционировать и обеспечивать себя всем необходимым при населении в миллион человек. Дальше простые подсчёты. Если бы один корабль курсировал по маршруту Земля-Марс каждые два года, ему понадобилось бы 10 тысяч полётов, чтобы перевести на Марс миллион человек. Однако в планах SpaceX построить тысячу таких кораблей. Таким образом, население соседней планеты достигнет миллиона за период от 40 до 100 лет после первого полёта. А до него, если верить Маску, не так уж далеко. Как долго придётся лететь? Полёт со скоростью 6 км в секунду займёт 80 дней. В будущем, правда, время сократится до каких-то 30 суток. Только подумайте – путешествие на соседнюю планету уложится в стандартный отпуск. Путешествие должно быть весёлым и интересным. Поэтому отсеки экипажей и пассажиров должны быть устроены так, чтобы в них можно было играть с нулевой гравитацией. Буквально плавать в воздухе. Там будут фильмы, лекционные залы, каюты и ресторан. Будет очень весело. Заманивает нас на красную планету Илон Маск. Но всё равно создание BFR – беспрецедентный случай в истории человечества. Никто и никогда не летал на девяти двигателях. Настолько точно не приземлялся. Не использовал ракету много раз. И самое главное, ни один землянин не покидал планету надолго и не удалялся от неё так далеко, как это планируется при колонизации Марса. Общественность настроена по-разному. Некоторые скептически, кто-то восторженно. Но Маск полностью уверен в успехе. Этот необычный человек говорит о том, что на Марсе относительно скоро появятся заводы, жилые кварталы и пиццерии. Вероятно, это всё будет расположено под землёй, поскольку уровень радиации за короткое время умертвит жителей таких районов, находящихся на поверхности. Учёные не просто бездумно радуются, но и предупреждают, что риск первого полёта смертельно опасен. Хотя уверяют, что Марс – не самое худшее место для того, чтобы умереть. Скорее всего, мы ещё не раз услышим о новых идеях этого прогрессивного человека. Стоит вспомнить, что Колумб в своё время тоже считался безумцем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...